Друзья, огромный привет! Мы снова в Стамбуле, и вы не поверите, мы сейчас находимся в самом старом, старой части Стамбула. Это старый город, за моей спиной море, минорет, опять же, это очень радует. И, конечно же, эти безумные улицы, односторонние движения, все, что творится. Сейчас мы вам обязательно все покажем. Начинаем прямо сейчас наш выпуск. Погнали! В одной из серий я вам рассказывал, что мы живем в спальном районе, и добираться до центра нам очень тяжело. Два часа одной дороги, то есть ты уже приезжаешь в Стамбул, просто вымотанный, там не до съемок. Поэтому в этот раз мы решили остановиться прямо непосредственно в центре Стамбула, чтобы побольше снять, покачественней и повеселее, чтобы это было бодряще. И остановились мы вот в таких вот апартаментах, называется Old Town Suits. Номер с балконом, якобы. Ну, такой балкон, конечно, чисто номинальный. Вот. Ну, смотрите, два спальных места, ванна, кухня даже есть своя, микроволновка, сейф тут есть, шкаф. В общем, номер такой достойный. Стоит всего-навсего 700 лир за ночь. Поэтому это не так дорого для Стамбула, тем более, как бы, в такой части города. Поэтому мы сейчас перевели дух после того, как мы сюда приехали, и идем уже с вами гулять по этой самой старой части Стамбула, и дойдем до главных сокровищниц. Во будет выпуск. А почему ты не рассказал про минорет, который будет орать? А это будет на следующей серии сюрприз. Зачем ты раскрываешь все карты? Пока спустился, у меня голова закручивается. Там еще ручки, этот самый, не работают, сломаны. Поэтому очень... И здесь видите, какая система здесь нету ресепшена, да? Ресепшен находится в здании напротив. И здесь вот еще одна дверь. То есть, когда вы приходите, вам нужно сначала эту дверь открыть, потом подниматься уже в свой номер. Ну что ж, пойдем гулять. Так, теперь бы разобраться вот в этих, во всех улицах, куда нам идти. Сейчас посмотрим. Чем мне нравится вот эта вся часть города, потому что здесь намешаны и новостройки, какие-то и старые дома сохранившиеся. В общем, много всего интересного. А мы сейчас, кстати, говорят, здесь же рядом Гранд Базар вообще. Представляете, какая здесь движуха. Вот, что-то разрушенное, что-то не разрушенное, что-то восстановленное. В общем, будем сейчас сходить. Нам тут, в принципе, недолго идти, но зато посмотрим, как вот люди живут в этой части города. А идем мы с вами, кстати говоря, самое, ну я уже озвучил, самое историческое место Стамбула. Площадь Султан Ахмед, которая как бы привлекает массу туристов. Мы там еще не снимали, поэтому мы с удовольствием покажем всю красоту и увидим ее сами в первую очередь. И, естественно, расскажем вам. Потому что там много всего. Там история и современные какие-то течения. Короче, все увидим, все покажем, все расскажем. Наш выпуск будет максимально сегодня, знаешь, атмосферно погруженным в историю, короче. Ну, что знаю, то расскажу. Уж не обессудьте. Так мне нравится гулять, когда нет топ-туристов. Мы вообще не знаем, что где. Смотри, прикольные всякие вот такие кафешки, видишь, мечеть, смотри, как красиво. И даже если не заходить, просто вот отсюда такая лестница и вид на фонтан, тоже красиво. Ну, конечно, вот машину бы еще убрать, было бы вообще замечательно. Ну, конечно, горы и пригорки, от которых здесь никуда не денешься. Вот как, да, я вам рассказывал уже в предыдущих выпусках, что Стамбул, он весь вот так вот. То есть вы ровного места не найдете. Вам всегда надо будет идти либо в горку, либо с горы. Сейчас у нас в горку восхождение. Красивый тот, что-то, наверное, старинное. Вот, друзья, мы с вами и добрались до площади Султан Ахмед. Многие, кто был в Турции, в Стамбуле, в частности, знают его историю, что раньше на этой площади, будь здоров, располагался ипподром. То есть это было такое, да, огромное сооружение, большое, для больших зрелищ. С одной стороны находились трибуны, с другой, ну, то есть по кругу вот так вот. А вот эти колосс вот этот вот Константина, который, кстати говоря, это не монолитное сооружение. Он состоит из блоков разных, которые склеены. Есть предположение, что он был установлен самим Константином здесь, собственно говоря. Пока ждали, который находится напротив него, из Египта. Когда привезут, чтобы место не проставило, потому что это была часть разделительная, и как раз вот должно было что-то разделять. Построили вот этот колосс. А сейчас мы идем к самому главному, потому что он прямо манит, там же все вот это вот история. Сейчас мы вам покажем и расскажем об этом. О каком конкретно Константине идет речь? О самом главном, который, собственно говоря, имя Константинополь носил город. Про этот обелиск. У него много историй, называется обелиск Феодосия. Много разных былин, небылиц, что правда, что неправда, естественно, мы не знаем. Но то, что он, этот обелиск, находился в Египте возле храма какого-то там много-много лет до нашей эры, и потом его транспортировали сначала в Александрию. Потом он долгое время провел в Александрии лежа, потому что его не могли никак в Византию привезти. И потом как-то переправили, и во время переправки он был выше. Сейчас 21 метр у него высота, а до этого он был по-разному, да, от 32 до 36 метров. Короче, во время транспортировки нижняя часть откололась. Поэтому решено было поставить уже только вот верхнюю часть, а где нижняя часть, никто не знает. Говорят, что отправили обратно в Египет, и сейчас вроде где-то там находится она. Но это тоже правда-неправда, мы не узнаем. А вот эта красота, представляете, сколько веков, жалко, что нельзя потрогать, сколько веков она впитывает сейчас вот эту солнечную энергию, ну и вообще всю энергию. В общем, место зачетное, обелиски классные. Идем дальше гулять. Я, конечно, не очень люблю все эти исторические справки, потому что где-то что-то неправильно скажешь, потом в комментариях люди пишут. Но с другой стороны, это обратная связь. Поэтому, друзья, еще раз, мы на площади Султан Ахмед. Здесь сосредоточено все вообще историческое наследие Стамбула, ну, такое основное, потому что вот мы идем, да, можете видеть, сейчас возвышаются минареты. Это не просто минареты, а это самая главная мечеть Стамбула, Турции, голубая мечеть, в которую мы сейчас с вами, собственно говоря, и направляемся. Еще одно красивое строение за моей спиной, это немецкий фонтан. Кстати говоря, он здесь не так давно стоит, с 1900 года, немецкий, да. Он был подарен кайзерам немецкой империи, правителю в тот момент, в котором была Османская империя. В общем, с 1900 года они должны были быть, точнее, в 1900 году должно было быть его открытие, там, посвященное правлению вот этого вот правителя. Но они не успели его построить, потому что все вот это было отлито, вырезано в Германии, его сюда привозили по частям и здесь уже собирали. Короче, не успели они к 1900 году открыть, в 1901 году, в 1901 году, и приурочили к дню рождения канцлера, или кого-то там, кайзера Германии. То есть, в общем, не местного, а к своему. Ну, в принципе, правильно сделали. И там очень много, там сочетание европейской, да, такие архитектуры, и, естественно, какой-то византийской. В общем, там очень красивый купол, снизу, снутри которой. Не сверху, сверху тоже красивый, а снутри тоже еще лучше. Пойдем посмотрим. Если внимательно присмотреться, там вот по кругу, да, между главной частью находится герба. Это вот герб правителя Османи, они повторяются, и как раз немецкого. Так что вот, видишь, все символично. И, конечно, вот это все стоит здесь уже так долго. И, кстати говоря, смотри, если сейчас спуститься, пойдем. Вот здесь до сих пор можно охладиться немножко, понимаешь, да? В такой жаре ходим. Где я жаловался, что нет фонтанчиков? Вот, видите, как хорошо в центре Стамбула все есть. Вот, теперь намного веселее стало. Как это отлично, что мы все-таки сюда доехали, потому что мы вам уже показали какую-то часть, да, Стамбула. Но, естественно, что весь Стамбул мы вам показать не сможем, потому что, мне кажется, это вообще нереально. Это надо здесь жить долго. И тогда, знаете, постепенно все это раскрывать, все тайны, потому что много всего интересного. Конечно же, вот это все сюда притягиваются туристы, это местопритяжение. Вот, поэтому здесь все вот так вот, все рядом, удобно посещать. А мы сейчас идем с вами, ну, я уже вам озвучивал, главную святыню Турции – это Голубая мечеть. Сколько людей здесь, да? Ну, это и ожидаемо, собственно говоря. Ничего другого я не ожидал увидеть. Ну, самое главное, нам сейчас отвлечься от того, что много людей, насладиться всей вот этой красотой. Надеюсь, потому что мне не нравится, что там леса какие-то стоят. Надеюсь, она открыта, и мы попадем сейчас с вами вовнутрь. Ура! У нас все-таки, наверное, что-то случится. Тут громко разговаривать нельзя, но тут сейчас мы еще не в мечети, поэтому можно погромче говорить. А внутри, конечно, я чуть-чуть буду потише разговаривать. Вот, и по поводу того, что история какая. История богатая, скажем так. Построил эту мечеть Ахмед Первый, потому что у него долго не получалось выигрывать. воины разные, все остальное. И чтобы задобрить богов, надо уже разуваться, что ли, он построил вот эту мечеть. Сейчас пройдем, дальше расскажу. А, там уже надо разуваться. Ничего себе, это мы уже сразу в мечеть попадаем. Я думал, там же еще должна быть перед мечеть большая площадь, но надо же. Так, оставляем обувь. Ага, это получается, блин, обидно, конечно. Видите, она на реставрации. Не, ну, все равно, красиво, конечно. Я уже вижу просто вот эти детали. Почему она называется голубой мечетью? Да, конечно, всей красоты мы не увидим, но так тоже бывает. Видите, что вот этот купол и, короче, все стены, они сделаны из таких изразцов. И она как бы изнутри получается голубая, потому что снаружи она совершенно, да, никакого отношения к голубому цвету не имеет. И вот когда она полностью открыта, она получается такой, знаете, тут и витражи все такие вот голубое-синее. И, короче, получается, что она вот такого голубого цвета. Это очень красиво смотрится, но не в этот раз. В этот раз замечательно смотрится леса. Смотри, какие красивые, да, вот эти огромные столбы. Вот эти своды держатся вот на этих четырех столбах. Мы вот с Александром Анатольевичем все время удиву даемся, как вот такая конструкция может держаться уже столько лет, да, стоять и радовать нас своей вот этой всей красотой. Ну, вот так вот люди строили раньше. Умели же. Так вот, он, значит, решил построить мечеть. Этот самый султан, которому было на тот момент, кстати говоря, 19 лет всего, представляете? Вот, и он решил строить... Долго искали место, потому что мест не так много было. И тут же напротив находится Айсофия. Он, короче, хотел построить с нуля, то есть как прямо вот с момента заложения и до самой верхушки. И он это сделал. Строительство длилось 5 лет. Сколько много людей пытается улететь? Прям пробка. Вот, строительство длилось 5 лет и... Ну, недолго, собственно говоря, он радовался, потому что в 26 лет он скончался. Что-то он там подцепил, какую-то болезнь. Поэтому, ну, хотя бы при жизни увидел свое творение. Тоже хорошо. Вот, честно говоря, я немножко расстроен. Но момент, когда мечеть работает в полном объеме, там может вместиться до 35 тысяч человек одновременно. Представляете? Плюс вот эта площадь, которая перед мечетью, которая тоже закрыта, там еще столько же. То есть одновременно на территории вот этой мечети можно ходить 70 тысяч человек. Это просто стадион огромный. Красота. Друзья, небольшая история, которую еще хочу поделиться, пока мы идем от Голубой мечети к Ай-Софии, которая находится напротив, по поводу миноретов. Многие, наверное, ее слышали, но, тем не менее, кто не слышал, услышит ее впервые от меня. Не ручаюсь за доскональность, все так же, как я у кого-то услышал, где-то прочитал. Короче, в момент строительства этой мечети то ли султан неправильно изъяснился, то ли архитектор неправильно понял. Есть в турецком языке два слова алтын и алтын. То есть алтын это золото, алтын это цифра 6. И, видимо, архитектор подумал, что султан, так как это было строительство всей его жизни, решил превзойти самого себя, грубо говоря, он решил построить 6 миноретов. В тот момент максимальное число миноретов было только в Мекке, их было 5. И была огромная волна возмущения, почему вы ставите свою мечеть выше нашей основной и долго не признавали эту мечеть. Короче, там все вот это делали, султану ничего не оставалось, как раскошелиться, опять же, своего золотовалютного запаса оплатить строительство двух еще... Забыл. Как они называются? Минареты. Минареты, да. Представляешь, уже много информации в голове, поэтому слова путаются. Короче, да, двух миноретов. Таким образом, возмущение спало, в Мекке стало 7 миноретов, а здесь 6. Поэтому обычно, да, в мечетях вы знаете всего 4 минорета. Поэтому вот такая история. Надеюсь, зацените. Если вам гиды рассказывали что-то другое, поделитесь обязательно в комментариях под этим видео. Будет интересно. Я, конечно, немножко уже устал вам озвучивать исторические факты. Ну, а здесь по-другому никак не получится, да? Давай что-нибудь из современного. Из современного. Ну, фонтан я уже показал. Ну, вот люди отдыхают. Тройгой фонтан. Не, ну, мне здесь нравится. Знаешь, что? Тут как бы так вот... Вот эта вся, конечно, историческая история, она дает тебе знать. И здорово здесь находиться. Несмотря на то, что, опять же, да, туристов много. Но, я говорю, как-то вот не мешают они для того, чтобы ходить, наслаждаться. А это, я так понял, что это мавзолей. Вот там кто-то похоронен. Вот кто именно, я пока не знаю. Кто-то похоронен? Кто-то похоронен. Только кто именно, я не знаю. Это мавзолей, как я и сказал, султана Ахмеда Первого. Видишь, вовнутрь закрыт проход, хотя раньше туда можно было попасть. Но, может быть, там он как-то по часам работает. Но мавзолей мы не пойдем. Нам своих достаточно. Пойдем посмотрим главную, на мой взгляд, сокровищницу Стамбула. Это мечеть ныне, а раньше христианский собор, потом музей, а и София. Вперед! Я не могу налюбоваться этой красотой, потому что, конечно, это вообще... Я рад оказаться здесь именно сегодня, знаете, в эту солнечную погоду, потому что это все смотрится на глубом небе вообще шикарно. Храм стоит с 537 года. Представляете, сколько это времени уже? Это вообще просто уму непостижимо, потому что строили его, кстати говоря, недолго, всего-навсего 5 лет. Лучший архитектор того времени плюс 10 тысяч человек каждый день трудилось над созданием этого всего великолепия. Представляете, сколько там всего внутри и снаружи. Мы сейчас с вами увидим, потому что там, во-первых, конечно, сам собор имеет много тайн, былий, небылиц. Кое-какие я вам расскажу. Не знаю, правда ли не правда, но будем надеяться, что правда, потому что хочется в это верить. В общем, идем наслаждаться вот этой всей красотой и древностью. Обожаю все это дело. Ой, там сегодня вообще капец. Народу еще больше здесь. Ну, надеюсь, здесь нам вовнутрь хоть удастся попасть, потому что там все на реставрации, но, говорят, здесь вот она недавно закончилась, поэтому, может быть, все случится. Не понимаю, в чем дело. А, там металлоискатели, наверное, поэтому все задерживается. Там металлоискатели. Так как мечеть действующая, здесь правила одежды надо соблюдать. Колени и плечи должны быть прикрыты. Девушкам обязательно на голове шарф. Если, о, не шарф, а платок. Если нету, то можно его здесь приобрести. По-моему, 20 лир стоит. Вот. Сейчас мы с вами заходим вот в эту сокровищницу. Кстати говоря, знаешь, что, смотри, вот эти колонны, пока не забыл. Вот эти колонны, которые находятся вокруг храма, они, значит, откуда были привезены? Из Эфеса, который мы с вами не так давно посетили. У меня, знаешь, трепещет в груди, потому что я понимаю, что это место, где сейчас, в данный момент, сосредоточены две религии. Христианская и мусульманская. И от этого, мне кажется, что мы сейчас что-то должны увидеть прям бомбезное. Тут уже вход. Вау. Боже. Какая красота. Ура. Мы внутри. Это какое-то что-то невообразимое, несмотря, да, опять же, на количество людей за моей спиной, но все равно какая-то... Я не ожидал, честно говоря, что я вот это все сейчас и увидел. А там же что будет сейчас дальше? Дальше. Мы сейчас с вами заходим в зал. О, господи, какая красота. Через главные ворота. Знаешь, почему я хотел войти именно через эти ворота? Потому что по легенде эти ворота сделаны из Ноевого ковчега. Представляешь? И раньше через них мог ходить только правитель Османской империи, ой, византийской. Ну и потом сам султан. Все остальные ходили только через боковые ворота. А вот такая легенда. Я надеюсь, что это правда и я прикоснулся к Ноевому ковчегу. Субтитры сделал DimaTorzok очень многолюдно, но очень красиво. Я вам уже рассказывал, что до начала это был изначально построен как православный храм. Да, потом это когда Константинополь захватили турки, все это быстренько переоформили в мечеть, потому что построили здесь еще минареты четыре и стала эта мечеть действующей. Потом в 1900 там каком-то году правительство Турции закрыло мечеть и сделал это музей. То есть, когда турки захватили, здесь же были везде православные образа, они их не стали уничтожать, что очень важно. Они их просто замазали штукатуркой и повесили здесь мусульманские знаки. Поэтому, когда это все превратилось в музей, то отштукатурили и образа были открыты для просмотра. Но сейчас опять все эти основные образа закрыты мусульманской символикой. Но все равно это все сочетание здесь прослеживается. Музыка. 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 Такие-то ощущения нереальные. Да? Согласитесь. Такого мы еще точно не видели. Вот эти лампы, кстати говоря, а из-за того, что храм большой, они кажутся, что они как будто вообще прям очень низко к полу. Хотя они на расстоянии там 3-4 метров. Из-за того, что пространство большое, они кажутся, что они прям вообще над полом висят. если вот так вот смотреть, прям кажется, можно идти головой удариться. На самом деле не так. Все рассчитано и люстры эти вот эти, они того же времени. То есть это не новодел, это было изготовлено в то время. Потом уже лампочки, видимо, как-то сделали. А до этого, наверное, свечи были, я не знаю, что. с 2020 года сменила статус музея на действующую мечеть, поэтому вход сюда сейчас бесплатный. И вот видите, там наверху белые такие, да, это там как раз вот наши святые, которых сейчас закрыли, чтобы во время молитвы людей не отвлекать от другими образами, образами. В общем, вот это все, да, закрыто наши православные святые там. но, кстати, я читал, что до недавнего времени было закрыто ковром. Это место, где в центре стоял трон, когда это было, да, а вокруг вот собирались там, то есть тут принимали крещение. В то время же только-только христианство заражалось, поэтому вот было все вот так вот обусловлено. Я думал, что оно будет закрыто. Видишь, они молодцы, оставили открытым. Тоже очень важно для истории, для людей, которые приходят именно за этим сюда. фантастическое строение. Я, конечно, тоже не понимаю, как это все держится. Столько лет уже стоит. Кстати говоря, тут же периодически в Стамбуле случаются землетрясения, и то есть, да, как бы все стоит на месте. Представляете, столько уже времени. Конечно, понятное дело, что проходят какие-то реставрационные работы, где-то что-то укрепляется, но все равно сам факт остается фактом. Ух, ну, прям все. Насладился всей этой красотой, всей этой стариной. Надеюсь, что вы тоже. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, если вы наш новый зритель, потому что вот такой красотой мы любим с вами делиться. Не только такой, но, а такой-то уж тем более. Тут же еще можно как-то на второй этаж подняться. Вот сейчас посмотрим, работает он или нет. Такое пространство, конечно, можно заблудиться. Но я не знаю, видишь, в основном как бы все туда идут. Может быть, там все-таки. На второй этаж закрыт вход. Вот так классно солнце светит. Кот. А, интересно, это тот самый легендарный кот или нет? Тут есть просто в храме легендарный кот, который здесь долго живет. Но, наверное, это не он. Вот. И на втором этаже там тоже много всего интересного. Там плачущая колонна. Многие, наверное, о ней слышали. Это колонна, в которой засовываешь палец и у тебя палец влажный оттуда. Ты его достаешь потом. Говорят, что это у кого как. кто на желание, кто на здоровье, то есть, чтобы здоровье было постоянно. Ну и, конечно, там сохранившиеся, уже не закрытые вот эти всякие мозаики и много всего красивого. Но, к сожалению, не увидим. мы своими глазами ничего страшного. Будет повод вернуться. Что-то так много информации у меня в голове. Поэтому, если напутал что-то, не судите строго. Я не гид профессиональный. Просто, говорю, когда вот столько всего хочется рассказать, иногда что-то выключается мозг. Можно неправильно что-нибудь сказать. Ну, в общем, как сумел, так рассказал. Сейчас мы выходим с вами, кстати говоря. О, смотри, видишь, зеркало, а там отрождается... А, там, наверное, да, видно будет? Точно. вот то, что не закрыто. Походу, здесь тоже какой-то мавзолей находится. Сейчас просмотрим информацию. В общем, здесь несколько мавзолеев, усыпальниц разных султанов. Туда не пойдем вовнутрь, пойдем лучше дальше. Так, ну что, друзья, с чувством выполненного долга. Мы вам показали столько всякой красоты. Мы решили зайти в кафе, вот прям, знаете, где мы с вами вошли на площадь Султана Ахмеда, там прямо кафе. Потому что я сижу, у меня вот купол голубой мячейцы передо мной. Вся вот эта красота колосс, опять же. Константина. В общем, все замечательно. Мы сейчас с вами посидим, отведаем турецкой кухней. Знаешь, что заметил, кстати говоря, что в Турции очень много пьют кока-колу. Прямо вообще очень много и везде. Это как чай, вот то же самое здесь с кока-колой. Поэтому мы решили, знаешь, не выделяться и тоже взяли себе по кока-коле, потому что чай сейчас не очень хочется. С жары прям то, что нужно. Представляете, столько вот сейчас вам снимали. Это прошло времени, часа три, наверное. Мы глотководы не сделали. Вот. Периодически какое-то недопонимание происходит при заказе. Я просил одну, один кебаб, но принесли два. Ну, что же делать? Мы съедим. Один разделили? Да нет, нам вряд ли. Вот. И заказали, короче, кебаб с курицей и заказали пиде с мясом тоже. И лепешку они приносят всегда. Что-либо не закажи, кроме чая, они приносят всегда лепешку. Поэтому хлеба много, но, конечно, все это, уверен, будет вкусно. Мясо мягкое. Люблю я турецкую кухню. Это однозначно. Так, ну что, мы немножко передохнули, перекусили, набрались сил. Знаете, что? Сразу предупреждение, когда вы поедете так же, как мы, гулять по площади, Султан Ахмед, обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом. Потому что мы сейчас идем, у нас лицо немножко приобрело прекрасный красный оттенок. Ну ладно, это пройдет. Самое главное, что всей красотой вот этой мы пропитались. Нам сейчас нужно дойти, знаете, куда? До трамвая. Вам покажем, какой здесь трамвай. Прокатимся на нем две остановки и окажемся уже в совершенно другом месте. В каком? Скоро узнаете. Приедешь вот так в центре города на такси. Пока доедешь до точки, уже натикает много. Мани-мани. Как он скажет, движение вообще. алё. Вот так вот мы вышли на улицу с трамвая. Смотрите, тоже какая красота. Даже не знаю, что это? Кладбище. Кладбище? Ну, это кладбище. Только я вот не знаю, нам на какую остановку на ту или на эту. Пойдем вниз, чтобы нам наверх идти. Нам все равно в ту сторону ехать. Здесь мы также будем сейчас пользоваться картой Истамбулкарт. Она, как я вам уже рассказывал, работает на всех видах общественного транспорта. Даже на речных трамвайчиках, которые по Босфору, они потому что тоже ездят как общественный транспорт. Некоторые, не все. А у кого нет карты? У кого нет карты, тот может ее приобрести. Стоит 25 лет. Продается вот в таких вот здесь нету желтые такие автоматики, где пополняешь деньги, там же можно купить эту карту. Деньги закончились. Александр Анатольевич прошел, я нет. Я как раз вовремя не уследили, что баланс на карте закончился. Короче, можно пополнять тоже вот в этих желтеньких автоматах. Наличкой заполняйте и на вашу карту поступают деньги. С трамвая прохладно. Хотя бы кондиционер работает. Поехали, проведемся по центру. Продолжение следует... Вот так прокатились на общественном транспорте тоже иногда полезно. И все же пешком ходить. Продолжение следует... хорошо мы зашли в очередную пешеходную улицу какую-то мы здесь еще не были хотя вон какие-то автомобили проезжают вот и очень даже здорово я всегда рад новым улицам тем более вот я люблю такие найти как бы где есть что посмотреть понятно что здесь они только шмотки и как там сувенир и все остальное но еще и много людей разных а я люблю наблюдать за людьми я конечно хожу у меня все время впечатления какие-то то мечеть какая-нибудь по это улочки вот эти вот аутентичные и все это разное настолько вот все перемешано и именно из-за этого я прямо очень влюбляюсь каждый раз в стамбул это вообще что такое крыш сносит так классно да можно поворачивать куда угодно и окажешься еще больше красоте чем был до этого а знаете куда мы идем то ну про гранд базар наверняка все знают вообще в турции это такое же найти клише о нем все слышали вот но к сожалению он работает до 6 вечера мы не укладываемся по времени поэтому я вспомнил что мне наши зрители говорили что помимо гранд базара есть еще египетский базар тоже очень колоритный конечно он отличается от гранд базара там всякие специи шелка и все остальное надеюсь что как раз сейчас мы это и увидим народ поскольку все мы дошли до входа здесь такая прям оживленная торговля все кричатся и орут как настоящем базаре знаешь 1664 года здесь существует этот базар это какой 17 век это очень здорово пойдем на внутрь потому что я же прям чувствовать до аромат за прям специями вовсю ну конечно очень прикольно все это все эти своды специи тут кстати говоря можно купить даже шафран так что хочется шапку-ушанку можно наверное но не везде потому что все-таки раньше этот базар именно на специях ориентировался а у меня идет нахлаждение меня уже просто наугощали пока ты убежал вперед меня уже начали угощать заманивать себе в лавку чай нет меня угостили какой-то вкусняшкой не знаю и хотели дать гранатовый чай попить но я отказался потому что надо съемочный день закончить а мало ли что после чая этого граната произойдет вот я по ценам просто смотрелся от 120 получается луку стоит ну то есть 120-160 там 190 где-то все зависит за килограмм ну небольшой честно говоря рынок я думаю что будет больше тут смотрите оказывается еще когда выходишь уже скрытого рынка тут еще торговля на улице такая активная вот где толпа народа то они там где мы были до этого что здесь только нет ну вот этот ряд какой-то тут видишь типа 0 такой сувенирки с ювелиркой в общем что-то перемешано все подряд мне кажется здесь какие-то оптовые продажи потому что все с такими баулами но еще я меня поражают дальше это люди с детскими колясками то есть тут и так не протолкнешься а тут вообще во все стороны короче смотрел туда можно идти и туда короче здесь гулять гулять не перегулять мне здесь очень нравится вот эти вот набора их множество вообще великое множество смотри какая красота хочешь тебе вот такие хочешь такие хочешь богатые золотом вообще супер есть такие попроще что у меня не покидает такое ощущение что мы из египетского база повали на гран базар потому что гран базар это же не только в отдельно взятом помещении а это целый район в котором много-много кварталов там свои мечети школы дома в общем у меня такое ощущение что это мы как раз находимся здесь и что-то мне подсказывает что это ощущение меня не под не подведет поэтому если вы ориентируетесь более-менее в стамбуле в этой части напишите прав я или не прав в своих комментариях будет интересно почитать мне кажется что я прав вот такой друзья получился еще один замечательный выпуск из разноликого стамбула который мы вам показали который открылся для нас вот видите как интересно путешествовать не только там где вы хотели бы оказаться но и там где вы не хотели оказаться поэтому ставьте галочку может быть именно как раз этот выпуск и привлечет вас посетить этот замечательный город нам большое спасибо вам за то что досмотрели до конца ставьте обязательно лайк подписывайтесь оставлять свои комментарии под видео и наш хэштег вот так чел по нему найдете все что связано с нашим каналом это наши соцсети наши фотографии много всего интересного наше приключение в стамбуле продолжается и мы с вами скоро обязательно увидимся есть еще что посмотреть и хочется что вам еще показать все пока пока до новых встреч на канале вот так вот так